Привет, друзья! Вы на канале Каяба ТСА. Зачем я держу так руки? Только для того, чтобы взять в руки сейчас Diamondback DB21, на котором стоит интересная вещь, которую сегодня мы будем обозревать. Блядь, его сказал, да? Значит, сегодня у нас на обзоре Magwell, это расширитель шахты от компании TechCustoms, еще с этой штуки не стрелял. У меня стоял достаточно неплохой пластиковый Magwell, но вот ребята прислали на тест алюминиевый фрезерованный, для того, чтобы посмотреть, как это все будет работать. Я с этой вещью еще не стрелял, ничего не нарабатывал, потому это будет вдвойне интересно именно тем, что мы посмотрим, получится ли у нас заряжаться быстро из этой вещи. Ну, не знаю, не знаю. Ну, еще раз давай. Это было просто, я не сразу понял. Давайте я сделаю два выстрела, потому что... Потому что так будет более... Подалось. Магазины уже немножко уставшие, потому что с них вылетают патроны. Наверное, вы уже сразу поняли, да, для чего эта штука нужна. Я сейчас попробую. Что это дает? Зачем маг был нужен? Конечно, у Diamondback шахта уже расширена. Она на самом-то деле неплохо сделана и можно попадать в магазинах достаточно быстро. Но вот эта вещь, она увеличивает не то, чтобы даже скорость перезарядки, сколько надежность перезарядки. И я уже подозреваю, что вангую, да, что скорее всего мы можем более надежно перезаряжаться даже в сложных условиях. Сейчас сделаем такой небольшой тест с переходом и попробуем перезарядиться в момент перехода. Следующий тест сейчас стрельнем из низкого положения и попробуем поменять это все внизу. Посмотрим, получится ли у нас, поможет ли нам шахта меняться в неудобном положении. Ну да, помогла, но магазин не выпал, потому что на самом деле этот магазин выпадает хуже. В общем, нужна ли такая шахта PCC-шнику? Ну, на самом деле по-любому шахта нужна. Я стрелял с разными, я сейчас вам покажу, с той, с которой у меня была. Вот, довольно-таки неплохая, неплохая пластиковая шахта, напечатанная 3D-принтере. Сначала тоже меня она смущала, потому что, как бы, ну, 3D-принтер, да. Но вот несколько соревнований по себе показали, на нескольких соревнованиях она себя показала нормально. Эта же шахта алюминиевая, она стоит дороже в три раза, чем напечатанная. Стоимость этой шахты около 2000 гривен. Но я скажу вам, что на самом деле вот это вызывает доверие больше. Во-первых, она алюминиевая, во-вторых, углы атаки подобраны таким образом, что она в любом случае влетает, как ты ни крути, с любого положения, да, она позволяет там быстро-быстро всовывать в магазин. Еще раз так давайте для сравнения. Ну, в общем, как-то так. Рекомендую ли я Tech Customs для покупки? Да, рекомендую, на PCC отлично будет решение. Ну что, мы немножко нажучились, попытаемся перезарядиться быстро. Где-то так, наверное, эта штука позволит это делать. Но эти вещи надо нахолачивать. У нас же пока это первые полевые испытания, к которым к шахте мы будем привыкать. Следите, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok